Итак, друзья мои, продолжим эфир бизнес-канал на Финам.ФМ. Вторая его часть называется «Бизнес-класс», как вы наверняка помните. И начинаем, собственно, мы его. Разговор сегодня у нас замечательный. Как Настя мне сказала, мимимишную тему мы сегодня будем обсуждать с вами. Тема звучит так. «Бизнес на миниатюрных лошадях». Я бы даже чуть исправил «на миниатюрных лошадках». Наверное, так будет правильнее по-русски. Так вот, тема сегодняшнего бизнес-класса мы обсуждаем именно это. «Миниатюрных лошадок». И в гостях сегодня две очаровательные, и даже страшно это слово, глядя на вас, говорить «бизнес-вумен». Ну, так уж принято. «Бизнес-вумен». Ну, какие вы бизнес-вумен, боже мой. Две очаровательные гости, извините. Итак, в гостях Светлана Леонтьева и Ирина Колбасенко, владелицы и официальные представители в Российской Федерации, заводчик американских миниатюрных лошадей. Добрый день, Светлана. Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, приснялись к нашей беседе. Действительно, экзотичная тема сегодня, да, экзотическая тема такая. Не было такого у нас еще разговора в эфире. Приснялись к нашей беседе. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите и, собственно, задавайте свои вопросы. Ну и начинаем мы наш эфир. Ира, у меня первый вопрос к вам, Света, Ира. Ну, кто первый будет, кто второй отвечать, сами решите. Давайте, значит, мы говорим о миниатюрных лошадках. Ну, мы говорим о лошадях прежде всего. Почему? Почему лошади заняли столь важную часть в вашей жизни? Как это случилось, Света? Лошади заняли большую часть нашей жизни уже с самого раннего детства. С 11 лет мы познакомились как раз в конном клубе в городе Королеве. И с этого возраста уже начали думать о дальнейших планах на будущее. А в конном клубе вы чем занимались-то? Просто катались на лошадках, правильно я понимаю? Мы обучались верховой езде и прыгали в конкур. Это соревнования по конкуру, участвовали в конкуре. И позже мы решили заняться своим делом. Это как раз выбрали направление лошадок американской миниатюрной породы. Здорово. Ну, смотрите, Ира, я предполагаю, что если вы ходили в конно-спортивный клуб, конно-спортивный, подчеркну, да, он такое название имеет, еще и занимались конкуром, может быть, у вас были мысли спорту себя посвятить конному? Да, конечно же, мысли были конному спорту посвятить, но как только мы узнали о породе, которая существует, американская миниатюрная лошадь. А как вы узнали? Ведь вы наверняка на ней тогда конкур не исполняли. Нет, конечно. То есть в России на тот момент у нас еще не было таких лошадей, американской миниатюрной породы. И как только мы ознакомились по интернету, мы ездили за границей, посетили ферму. Это не в Америке было? Нет, это было во Франции, это было в Нидерландах, Германия также была. И мы поближе лично познакомились с владетьми миниатюрных лошадей. Нам рассказали о породе, и постепенно мы переквалифицировались в таких малышей, потому что порода действительно очень уникальна, и у нее есть отличия огромные по сравнению с другими представителями. С большими, едят меньшие, я так предположу. Ну, одно из отличий, да? Да. Мы сейчас об этих отличиях обязательно более детально поговорим. Но, Свет, вопрос такой, вот смотрите. Я уж не знаю, да, с помощью какого источника вы узнали об этих американских лошадках, маленьких, миниатюрных лошадках. Но, конечно, когда вы только увидели, ну, обычно говорят, да, я как увидела, я влюбилась, да, и поняла, что вот это то, ради чего бизнес-то все-таки, да, это вещь серьезная, одной эмоции наверняка его не построишь, да, Свет? Конечно. Во-первых, мы увидели этих американских миниатюрных лошадей впервые, через интернет, так как в интернете только были сайты с заводчиками европейскими, с американскими, мы очень долго смотрели, выбирали себе лошадей, смотрели и так же и в России, но выбрали в итоге в Европе. А в России уже были на тот момент, да, такие? На тот момент, да. Когда решили заняться, уже были. Уже были, да? Уже привозили лошадей, но мы проездили несколько питомников, несколько ферм, и там не смогли себе выбрать лошадь, именно в России. А за границей, в Европе нам понравились лошади, потому что они по-настоящему были похожи именно на больших лошадей, но в миниатюре. А в России на кого они были похожи? Ну вот сколько мы встречались со многими лошадьми, но они нам больше напоминали пони. И поэтому мы увидели свой, так скажем, идеал. Так, подождите, а тогда давайте вернемся, может быть, в какой-то степени, да, к названию темы сегодня. Миниатюрная лошадь — это не пони, это не одно и то же? Нет, это не одно и то же. Нет, серьезно? Нет. Это отдельная порода, выведенная в Америке. С 1978 года Ассоциация Американских Миниатюрных Лошадей ведет тщательную работу по разведению и селекции генетики данной породы. Отличие, главное, американской миниатюрной лошади от пони состоит в том, что это уменьшенная копия именно большой лошади, с экстерьером большой лошади. То есть, если вы возьмете арабского скукуна и американскую миниатюрную лошадь, то есть они должны быть абсолютно похожи по экстерьеру. К этому стремятся заводчики. Смотрите, американская миниатюрная лошадь, она может быть похожа на разных лошадей. На арабского, я не знаю, я не очень сильно в этой теме. Да, вот главный правильный экстерьер. На какого-то другого, на Владимирского тяжеловоза. Нет, вот на тяжеловоза нет. Лучше облегченная верховая порода. И сейчас Европа стремится создать именно арабского скукуна, поскольку это элегантно и красиво. Его миниатюрное воплощение такое, да? Да. А все остальные мини-пони, фалабеллы есть. Экстерьер красота не имеет значения, то есть главное маленький рост. Размерный. А пропорциональность, то есть большая голова, маленькие коротенькие ножки, то есть короткое или наоборот слишком длинное туловище, здесь не имеет никакого значения. Главное, что маленькое животное. Понятно. А здесь все-таки более глобальные какие-то задачи решают. Свет, ну я не знаю, погружались ли вы в эти дебри селекции, в выведении этой породы. Мне кажется, это вещь такая очень сложная, правильно? Конечно, это сложная вещь, но мы как раз просматривали различные линии этих лошадей, потому что также их экстерьер зависит от того, какие у них предки, какие родители, какого они роста, какого они... А родители, кстати, могут быть большого роста, да? Нет, не могут быть. Нет, максимальный рост вообще лошади американской миниатюрной породы, у них вот есть три качества. Это элегантность, маленький рост и добрый нрав. И вот маленький рост, он составляет до 86 сантиметров в холке. А добрый нрав? А добрый нрав, вот, чем они отличаются от больших лошадей, точнее, даже больше от пони, вот у пони присутствует вредность, то есть ребёнок может на ней поездить, потом слезть с неё, и когда закончится лакомство, оно может либо кусить, либо иногда даже и легнуть. То есть, ну, есть такое, да, в пони. А в лошадях американской миниатюрной породы просто отсутствует агрессия, отсутствует злобность, и они очень добрые, можно подходить сзади, без проблем. Я сейчас сразу задаюсь вопросом, да, чем же их кормят-то изначально, чтобы они были а, маленькие, б, похожие на взрослую лошадь, и ц, ещё добрые до неприличия. Ну, кормят их, как и больших лошадей, также мюсли, овёс, сено, трава, и лакомство, это яблоки, морковка. Ну, видимо, тогда для того, чтобы она стала доброй, вот такой, да, о которой Света сейчас рассказала, Ира, какое-то воспитание, особое воспитание, да, на вы к ней всё время обращаются, я не знаю. Нет, здесь другой нюанс. Доброту определяет генетика и селекция. То есть селекционеры выбирают определённых родителей, смотрят в течение трёх лет, как развивается животное, смотрят экстерьер, проводятся различные шоу и выставки. Если животное по оценкам экстерьера и по доброте, по своим качествам подходит полностью в разведение, то оно допускается в разведение. То есть это так делают за границей. И мы хотим, чтобы в России было точно так же. То есть мы придерживаемся этому принципу. Ну, вы конкретно, да? Да, мы конкретно. А до вас в России так не делали, я так понимаю, да? Там вот какие-то доброта, видимо, да, из этой троицы, этих самых, да, свойств была на последнем месте, а может быть, даже и не учитывалось вовсе. Вот конкретный случай, конечно, мы не можем привести, потому что не сталкивались с этим. И самое главное, чтобы животное было доброе. И в течение генетики и селекции способом отбора-подбора происходит добронравность, и вот это качество улучшается. Ну и действительно, да, любое животное, если оно вот правильно, селекцию эту, правильная селекция была проведена, оно вот доброе. Да, то есть, естественно, может какой-нибудь ген выскочить, скажем так, из предыдущих поколений, но это бывает очень редко. И все-таки вот мы видим результат, вот именно 2012-2011 году удается получить вот именно таких лошадей, которые действительно очень добрые. То есть это вот только на данные, в течение вот этих вот, скажу даже, наверное, пяти лет происходит сейчас. Пяти лет, то есть примерно столько, да, сколько вообще эта тема в России, я так понимаю, да? Тема чуть больше в России, да, чуть больше буквально, но вот именно такого качества получается. Спасибо огромное, девушки. Мы сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а сегодня в студии Светлана Леонтьева, Ирина Колбасенко, владелицы и официальные представители Российской Федерации, заводчика американских миниатюрных лошадей. Собственно, и тема сегодняшней программы «Бизнес на миниатюрных лошадях». Я напомню, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему разговору. Вы можете двумя способами, позвонив по телефону в студию 6510-996, код Москвы-495, или написать на сайте, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы моим гостям. Что ж, Светлана, что ж, Ирина, давайте продолжим нашу беседу и посмотрим на это дело вот с какой стороны. Зачем люди приобретают миниатюрную лошадь, Ира? Миниатюрную лошадь может приобрести себе человек, который далек от конного мира. То есть это может быть, можно купить лошадь ребенку, можно приобрести ее себе на участок, можно также лошадку поставить в конный комплекс. Если приобретать для ребенка, мы рекомендуем с той целью, чтобы научить ребенка предварительному уходу за большой лошадью и за пони в дальнейшем. Если завести американскую миниатюрную лошадь на участке, то это может быть прекрасный такой питомец, который дополняет картину красивого участка. Если приобрести также взрослому, то есть можно за лошадку ухаживать, она может быть как друг и компаньон. Подождите, все это интересно. Давайте сразу разберемся. Она как выглядит вообще, миниатюрная лошадь? Она каких размеров-то? Я вдруг представил, знаете, сейчас модно, достаточно давно, очаровательные дамы приходят с собачками на руках куда-то в общественные места в ресторане. Я вдруг представил, что я сейчас куда-то пришел, вечерком в ресторанчик, а там сидят девушки с лошадями на руках уже, понимаете? Она такого размера? Нет, конечно, не такого. Минимальный рост 68 сантиметров в холке, максимальный 86 сантиметров в холке. И также лошадку, тот рост, у кого 86 сантиметров в холку, ее запрягает в экипаж. И за границей, также сейчас проводится практика в России, дети, взрослые участвуют в соревнованиях, которые называются драйвинг, езда в экипаж. Да, и особенная черта американской миниатюрной лошади состоит в том, что они идеально заезжаются в экипаж, и даже ребенок может справиться с такой лошадкой. То есть у нее генетически, видимо, это тоже присутствует. Она вспоминает, что ее далекие-далекие предки тоже ввозили в экипаж к королеву Англии, леди Магмит, Света. Ну, что это такое? Это просто игрушка. Это игрушка, живая игрушка. Так это получается? Это жестоко, мне кажется. Вы знаете, американская миниатюрная лошадь, это, во-первых, друг и компаньон для любого человека, который ее заведет. Компаньон. Вот, я понимаю, Света компаньон Ирины, Ирина компаньон Светланы в бизнесе, а лошадь компаньон кого? В соревнованиях точно так же. Лошадки участвуют на выставках, на шоу различных. Там показывают на выставках, на шоу экстерьер лошади, то есть оценивается, выбирается самая красивая, лучшая лошадь на данных соревнованиях. Вот, например, у нас один из жеребцов, который представлен сейчас в Московской области, стоит, он как раз занял первое место в Нидерландах на шоу по экстерьеру. Вот, и также, как и сказала Ирина, с ними можно участвовать в драйвинге, а это также соревнования, и где лошадка, конечно же, становится вашим уже партнером. Ну, можно это, ну, если не альтернативой, но какая-то, я не знаю, замена собачки, да, ведь собаками тоже, да, кинологи занимаются, воспитывают, потом на выставке участвуют, да, а здесь я тоже самое практически, да, но интереснее, наверное, потому что можно еще и запрячивать ее в экипаж. Конечно, да, и также лошадку тренировать можно, это ежедневные тренировки, это около полчаса в день хотя бы, и все остальное время. Ну, это обязательная, да, тренировка, чтобы она выросла воспитанной лошадкой. Для того, чтобы подготовить ее, например, к различным выставкам, к шоу, то, конечно же, нужно тренировать ее, ну, хотя бы через день, для того, чтобы она держала вот форму, и можно ее было выставить, и она заняла какое-то призовое место. Ну, вообще, форма для лошадки, да, как и для девушек, я так понимаю, это вопрос очень актуальный. Сейчас мы об этом поговорим, и у нас есть звонок, Александр, видимо, заинтересовался, да, на сегодняшнюю тему. Александр, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Спасибо. Значит, насчет как раз формы и стройности. Знаете, есть такая школьная даже задачка по физике. Какое должно быть строение костей у человека, там, животного, слона, если он находится на Юпитере или на Земле. Так вот, оказывается, что, это простая задачка из Перельмана, масса пропорциональна кубу размера, да, размер в кубе. Мы слушаем, вот особенно, да, Света и Иры сейчас. Да, а прочность костей пропорциональна квадрату. Поэтому, если вы уменьшаете размер животного, то кости могут быть более тонкие, и ваши, значит, милые животные, лошади в данном случае, они могут быть более изящными и более стройными. Для нашей земной, вот, для нашей земной действительности, без тяготения, они просто будут более стройными. То есть, достаточно того, что они, что они малых размеров, да, и этого достаточно? Да, да, масса у них уменьшается пропорционально кубу размера. Вот, это вот такое замечание, ну, если будете разводить, можете играть. Нет, это не вопрос. Я просто вот с интересом слушаю вашу передачу. Спасибо. И вот такое замечание у меня родилось. Я понял. Спасибо, Александр, огромное. Спасибо вам за звонок. Ну, вот такое замечание у Александра. Начитался Александр Перельмана. Задачки, кстати, очень интересные. Я этим тоже рекомендую. Ну, и логика в этом есть. Чем меньше размер, чем, собственно, и, так сказать, изящнее, да, изящнее экстерьер. Вы знаете, вот как раз Александр сказал по поводу кости. Вот в том-то и дело единственное еще такое большое довольно-таки отличие от пони, от лошадей, от верховых. Это то, что на американских миниатюрных лошадях нельзя ездить верхом. Именно по этой причине, что верхом с седлом она не сможет переносить вес всадника. Именно потому, что тонкая кость. Именно поэтому, да. А вот именно тяговая сила у нее довольно-таки сильная. То есть взрослого мужчину либо двух детей или двух юношей может перевозить в экипаже. Серьезно. Ну, я так понимаю, что если она все-таки 80 сантиметров в холке, то экипаж, он тоже не настоящий. До 40 килограмм. Похожий на экипаж из сказки «Золушка», наверное, что-нибудь такое, нет? Главное, чтобы он весил до 40 килограмм. Экипаж. Да, сам экипаж. То есть он может быть и в рост человеческий, что называется, да? Видимо, сделан из каких-то суперматериалов, да, из алюминиевых сплавов. Да, все экипажи делаются на заказ для американских миниатюрных лошадей. Я понял. Ну, и давайте вернемся вот к этой теме. Она, и Александр с этим согласился, она актуальна. То есть только ли достаточно того, что лошадка уменьшилась в размерах и, собственно, она может кушать все, что угодно, потому что по определению уже не потолстеет. Да, Света? Вы знаете, у лошадки, у нее есть режим дня. И кормят их несколько раз в день, потому что, конечно же, они могут и переесть. У них очень маленькие желудочки, но покушать они любят, и поэтому им нужно дробное кормление обязательно. И это соблюдается. На конюшне их кормят вот на данный момент пять раз в день. Но в условиях, когда человек уезжает на работу, вот, к примеру, люди заводят себе на участке лошадку, то... А она живет на улице, исключительно. Ну, у нее там, может, какая-то есть конюшенка, да, в дом ее не пускают. В основном строят конюшню небольшую. Это такое место, где лошадь живет, называется денник. И вот строят небольшой денник на участке дома. Ну, все начинается, во всяком случае, с маленького денника для одной или двух лошадок. А потом однажды она, да, в кроватке лежит, да, на подушечке, нет? Нет, просто обычно потом их уже становится больше, одна-две превращаются в пять-шесть и так далее. Ну, так вот, значит, если человек действительно не имеет возможности, да, постоянно наблюдать за своей лошадью, ну, вряд ли он специального, да, специально обученного человека будет нанимать. Он каким-то другим способом справляется, Свет. Да, вы знаете, в принципе, по стандарту лошадью нужно кормить три раза в день. Но в основном вот мы сталкиваемся с тем, что либо кто-то остаётся дома, кто-то всегда есть, но вот днём можно кормить там либо это дети, либо это сами уже взрослые, также которые... Ну, детям, наверное, не стоит доверять всё-таки такой. Ну, вы знаете... Вещь-то тонкая. Я бы не сказала, вот как раз наоборот, мы же с этого и начинали. Нас именно конная дисциплина, именно рацион дня лошади, для нас это было настолько ответственно, что у нас воспитывалась как раз ответственность. То есть нам объясняли, что может привести к каким последствиям, если мы сделаем что-то не так и неверно. И если мы... Мы также сами и седлали лошадей, сами чистили, сами ухаживали за определённой лошадью, то есть с этого всё начиналось. То есть такой воспитательный такой процесс, да? Воспитательный процесс, конечно. Ребёнок воспитывается на примере того, что он отвечает за живое существо, не просто игрушка, которую можно выбросить, сломать и забыть о ней. Да. То есть и в принципе очень сильно помогает воспитать ответственность. Ну, глядя в ваши глаза, мне кажется, да, действительно, всё-таки общение с животными не прошло даром. Абсолютно у вас глаза такие осознанные. Мы сейчас прервёмся, и я, внимание, уже вам слушайте, проанонсирую новую рублику в бизнес-классе «Вне времени». Внимание. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Афинам.фм. Тема сегодняшнего эфира «Бизнес на мионтёрных лошадях». У меня в гостях Светлана Леонтьева и Ирина Колбасенко, владелицы и официальные представители в Российской Федерации заводчика американских миниатюрных лошадей. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы моим гостям сегодняшним, ну, и собственными мыслями делитесь на этот счёт, как вы считаете, насколько вообще в России, да, эта тема актуальна. Кстати, вопрос вам. Насколько в России эта тема актуальна? Кто ваши покупатели, Свет? Вы знаете, различные люди звонят и интересуются американскими миниатюрными лошадьми, то есть это начиная с детей, которые пишут нам в социальных сетях, через сайт находят нас и заканчивая уже взрослыми людьми, которые интересуются лошадьми. А дети какого возраста? В основном это от 12 лет и старше. То есть сейчас сознательно они уже это делают, да, у них возраст такой более-менее уже осознанный. Да, сознательно, потому что вот в социальных сетях у нас есть наши группы и там очень часто любители лошадей среди детей, они как раз вот пишут, интересуются лошадьми по поводу покупки. А вы интересуетесь, кстати, в свою очередь, а зачем тому или иному ребёнку эта самая лошадка? Да, конечно. Чаще всего ответ бывает, что для себя. То есть довольно-таки большое количество детей хотят себе иметь именно американскую миниатюрную лошадь. То есть им неинтересно ездить верхом, интересно, но они могут в прокат куда-нибудь сходить. Но им хочется именно свою личную собственную лошадку. Нас это, конечно, очень радует. Это понятно, да. Это понятно, что вас это радует. В конце концов, бизнес есть бизнес. Вы какие-то требования предъявляете к потенциальному покупателю. Ну, например, что вы не можете держать эту лошадку дома. Хотя, наверное, это и логично, что человек вряд ли... Или там лошадь вряд ли сможет, да, в условиях квартиры. Но я просто вспоминаю, очень часто я там даже у себя дома в лифте встречаю, да, человека вот с таким огромным кобелём трёхметровым в холке. Он как-то уживается с этой собакой, хотя тоже это не совсем логично. Ну, и для собаки тоже особо не в кайф, да, жить, имея такие размеры в условиях малогабаритной, просто какой-то небольшой квартирки. Вы как-то требования предъявляете, Вы знаете, самое главное, это мы пока что сталкивались только с тем, что люди спрашивают изначально, как содержать лошадь, и, соответственно, есть несколько правил, что именно нужно делать с американской миниатюрной лошадью. И, конечно же, самое главное, это не держать её в квартире, потому что лошадка просто не предназначена для этого. Вот. И есть определённый вот режим кормления, то есть, если человек хочет, чтобы американская миниатюрная лошадь выглядела, ну, своему экстерьеру соответствовала, то придерживаются определённых моментов кормления. Вот. И, в принципе, ещё одна такая вот, одна такая просьба к будущим клиентам, это то, что американская миниатюрная лошадь именно между собой скрещивается, то есть, отец и мать будущего же ребёнка, да, они могут только друг с другом внутри своей породы иметь дальнейшее потомство, да, для того, чтобы сохранить вот эти как раз три качества, которые... Ну, смотрите, опять-таки, это всё происходит каким-то образом под присмотром или ваш будущий клиент приобретя однажды, да, лошадку, уже сам занимается её дальнейшей личной жизнью в том числе, да, и так далее, или всё-таки обращается к вам периодически? Мы стараемся поддерживать всегда связь с клиентами, потому что всегда возникают вопросы, даже если человек уже связан с лошадьми, у него всё равно возникают вопросы. А по поводу случки, вот то, что Светлана сказала, если производить случку с какой-либо другой пони или с какой-то другой лошади, человеку не получится сделать документы, потому что они делают документы в Америке. Ну, понятно, здесь следят, то есть, да, за чистотой крови, что называется, здесь следят, это серьёзный процесс. Хорошо, вернёмся к вашим потенциальным покупателям. Итак, среди них дети, да, которые, как я понимаю, приобретают лошадку для себя, для того, чтобы, ну, как минимум, было живое существо рядом. Ваш пример в данном случае показателен, да, это воспитательный процесс очень серьёзный, да, ответственность, да, с детских лет ребёнки вырабатывают ответственность за живое существо. Это здорово. А взрослые люди для детей, наверное, да, а для себя зачем, Вера? Естественно, покупают родители, даже детям, потому что цена такой лошадки идёт изначально от 240 тысяч рублей. Вот это важно у меня здесь как раз отдельным пунктом стоит. Сколько же стоит эта прелесть? Итак, начинается от 240 тысяч рублей. В России. Да, это не дешёвое удовольствие. Да, далеко не дешёвое. Соответственно, сразу определяется контингент людей, кто может себе позволить такую лошадку купить. Но я скажу такой небольшой нюанс. Вот эта цена, это больше идёт даже, можно рассматривать, как первоначальный взнос. В чём не самый большой ещё, да? Потому что дальнейшее содержание лошадки, оно обходится как минимум в 6 раз дешевле, чем содержание большой лошади. Это уже такая отдельная тема, в сравнении я имею в виду. То есть, покупая лошадь, надо ещё понимать, что дальше, надо в неё вкладывать, вкладывать и вкладывать. Всё верно. Да, в любую лошадь. Что я имею в виду, что я конкретно имею в виду, почему именно цена меньше? Во-первых, это за счёт кормления, во-вторых, за счёт персонала. В большой лошади требуются дополнительные люди, берейтер, тренер и так далее, иначе смыслу нет лошадь держать. А в миниатюрной лошади требуется буквально один человек, либо сам хозяин, либо один человек, который сможет погонять её на корте. Ну, то есть, хозяин тоже с этим может справиться, Конечно, без проблем. Проявив определённые, так сказать, желания, да, и получив навыки. Лошадка для взрослых людей является статусом. То есть, имея американскую миниатюрную лошадь, красавца, можно пригласить любого своего друга, знакомого, также можно привезти свою лошадку по желанию в какую-либо компанию на день рождения, на своё, к другу на день рождения. Ну, то есть, действительно, что если я пришёл к другу на день рождения не один, а в компании лошадки, то в этом случае, да, я вырос в глазах и друга, и его, собственно, ближайших друзей. Это правильно, Света? Ну, во всяком случае, интерес вы к себе обеспечите точно. Ну, я, знаешь, так хочу сказать, что интерес может быть с разным, так сказать, знаком, что называется. Кто-то в спину мне вот так вот пальцем может сделать, виска покрутить. так не делают. Не делают, потому что, когда люди видят это животное наяву, все вопросы снимают сразу, Абсолютно все. Первый вопрос, как бы, даже не вопрос, а первое, я тоже хочу. То есть, такое желание. Здорово, классно, да, я тоже хочу. А можно погладить? Ну, кстати, можно погладить, потому что здесь, как вы уже говорили, никаких рисков нет, да, абсолютно доброе существо. Гладь, пожалуйста, без страха. Итак, возвращаемся к покупателям. социальный статус здесь тоже, да, более-менее понятен, имеет место, имеет значение, потому что не самые дешевые удовольствия. А дальше, кто эти люди дальше, если разбираться, может быть, да, преимущественно мужчины или женщины, да, возраст, вот об этом хотелось бы поговорить. Вы знаете, это различные абсолютно люди любого возраста, любого пола, то есть, это главное, чтобы человеку понравилась данная порода, и там уже не ограничен возраст. Это может быть любой человек. Я понял, я понял, хорошо. Ну, тогда давайте вот о чем еще поговорим, учитывая, что эту тему уже, значит, мы с вами обсуждать, начали содержание, вот что входит в содержание, ну, и что в конечном итоге, да, еще потребует неких вложений, да, о чем я рассказал уже, содержание. Есть два вида содержания американских миниатюрных лошадей, то есть, в конюшне, в конном комплексе, либо второй вид, это содержать ее в коттедже. Если клиент содержит в конюшне, он должен арендовать деньник, цена, то есть, это, если простым языком выражаться, то это стоило для лошади. Причем стоило, оно где-то ведь все-таки... В конном комплексе, конечно. За пределом МКАДа, скорее всего, правильно? Не факт. Да. Цена минимальная, 15 тысяч рублей в месяц. В месяц, и уже в зависимости от уровня конного комплекса. А там, соответственно, что за ней смотрят, ее кормят как надо, выгуливают, что там ей еще нужно. То есть, хозяин говорит, как нужно кормить ее лошадку, какой у нее должен быть рацион, когда ее работать, и он может приезжать в любое время. Либо работать сам лошадку, либо, я имею в виду, работать, это подразумевается, гонять на корде. Гонять на корде, это значит, выводится лошадка в какой-то... Я понимаю, что это специфика все-таки, да? Да. Работать лошадку, или гонять на корде, уж тем более, звучит как-то очень агрессивно. Да. А как это выглядит на самом деле? Работает лошадка на корде. То есть, есть длинная веревка, называется корда. Лошадке... И она по кругу. Купляется недоуздок, да, и она работает шаг, рысь, голоб. 20 минут активного бега, и все остальное лошадка... Ну это как она в фитнес-зал, входила все-таки? Да, максимум час. Это в день. Все остальное время лошадка может гулять. То есть, в принципе, час работы достаточно. Ира, смотри, а вот я арендовал это самое стоило за 15 тысяч рублей в месяц, но при этом, смотри, я должен оплатить, наверное, услуги сотрудникова, сотрудника, да, конюшни, я еще должен оставить денег на еду, на питье. Нет, все входит. А, 15 тысяч с учетом всех возможных. Да, то есть, хозяин может приезжать раз в месяц к лошадке, может приехать с друзьями. Ну раз в месяц, это, наверное, редко, он будет скучать. Да, конечно. То есть, может приезжать хоть каждый день к своей лошадке, причем вы выбираете себе время, когда вы можете приехать. Приехали, ребенок позанимался с лошадкой, друзья позанимались с лошадкой, друзья ребенка, поездил в экипажа, и выезжаете... Получил удовольствие, да? Да. Масса удовольствия. Ну, как правило, в выходные такие вещи происходят, да? В будни тоже. В будни тоже? Да, конечно. Пробок меньше. Да. Хорошо, вот вариант такой. А вариант второй, когда я ее держу у себя на участке, ну, если этот участок, естественно, и есть. Он проще, Свет? Вы знаете, для кого как. Если у вас есть участок, и, к примеру, есть какой-либо персонал дома, либо кто-то остается дома, вот как мы говорили, либо это ребенок, который уже входит в школу и сознательно может покормить лошадку. К примеру, обедом, а утром и вечером может кормить ее взрослый человек. Получив удовольствие, да? Я все-таки хотел бы добавить о ребенке. Покормив ее, получив удовольствие при этом, конечно. Да, да, да. И, соответственно, здесь затраты идут на с постройкой самого стойла. Ну, это, естественно, не такие большие затраты, чтобы сделать для нее небольшой денник. А самое главное, чтобы он был просторный, размером примерно для одной лошади 3,5 на 4 метра и с окошечком. И, конечно же, нужно место для того, чтобы лошадка гуляла. Желательно целый день. Можно ее выпускать. Ну, она гуляла. Она просто ходит и пасется, что называется? Или нужно так же вот, как это называется, да, я разговаривала? На корне. На корне, да, ее погонять. Вы знаете, это все зависит от того, что будущий владелец американской мятерной лошади хочет от нее. Если он хочет, чтобы лошадка выступала на выставках, на шоу, то, конечно же, нужно заниматься. Да, нужно. Либо с ней можно, кстати, в поводу бегать, в пробежке. Очень многие люди делают пробежки по утрам, либо по вечерам после работы. То есть в поводу ты имеешь, как собачку ездить на поводок, да, и поскакали. Да, и лошадка, она не тянет так сильно, как большая. И даже если наступит на ногу, случайно, это ничего страшного. Я представил себе, что в поводу с большой еще лошадью. Да, а с маленькой... Каким-нибудь ахалкикинсом, понимаете. Да. За ним не угнаться. С маленькой это, конечно, без проблем может делать даже ребенок. У нас примерно раз в неделю к нам приезжают дети. Это могут быть наши родственники, либо наши друзья с детьми приезжают. И вот дети без проблем справляются с американской миниатюрной лошадью. То есть они для этого и приезжают, да, чтобы побегать просто. Да, для того, чтобы погулять с ней, поухаживать за ним, потому что детям это очень нравится. Они чувствуют, что они за кого-то ответственны, что они могут, так скажем, взять лошадку и пойти с ней что-либо сделать. Также лошадки очень красиво становятся в стойке, и ребенок может поставить ее в стойку, и лошадка будет его слушать. Стойка это, что называется, на дыбы? Нет. Стойка это, когда лошадь выступает на шоу, ее ставят в стойку. Стойка это все четыре ноги стоят ровно в лошади. Она вытягивает шею, показывая длину своей шеи и затылок. Понятно. В общем, то, что по телевизору обычно с большими лошадками происходит, это очень интересно. Сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Бизнес на миниатюрных лошадках мы обсуждаем сегодня с моими гостями в студии Светлана Леонтьева и Ирина Колбасенко, владелицы и официальные представители Российской Федерации, заводчик американских миниатюрных лошадей. Ну еще раз я напомню, 651099,6, код Москвы495, это телефон прямого эфира и сайт компании финам.фм. Что ж, продолжим наш разговор. Значит, Свет, о покупателях мы, да, с разных сторон поговорили. В общем, я так понимаю, абсолютно разные люди, да, могут быть среди ваших клиентов. Главное, чтобы, главное, чтобы, а, они любили лошадей, все-таки, наверное, да, ну, просто мода в какой-то степени, если вдруг она появится, а может быть, она уже существует, просто мода, наверное, не заставит меня все-таки, да, купить лошадь, или это, как минимум будет очень нелогичный шаг. Да. Все-таки маленькая собачка, ну, опять я вернусь, мода на маленьких собачек, ну, маленькая собачка, это все-таки маленькая собачка, хотя тоже живое существо, на самом деле, неправильно, да, что я покупаю живое существо, или там, приобретаю живое существо, только потому, что мода на него. Ну, это раз. А два, конечно, нужно еще и взвесить свои финансовые возможности, ну, или только финансовые возможности, да, возможности с точки зрения достойного ухода. Расскажите, кстати, как ваш-то бизнес, вот, с этой точки зрения строится, то есть у вас собственный клуб какой-то есть, да, вы выращиваете, или наоборот, вы поставляете только и предлагаете здесь, соответственно. На данный момент мы арендуем денеки в Московской области для наших лошадей. Также мы являемся официальными представителями заводчика Американских Министерных Лошадей в России, этот заводчик находится во Франции, и у него порядка 50 голов на данный момент. Он является одним из крупнейших заводчиков в Европе, выставляет своих лошадей на шоу на различных, является очень высококвалифицированным тренером и судью этих лошадей. На данный момент в России не так много проводится шоу, как и в Европе. К примеру, в США и в Европе проводится около 250 шоу в год. В России это где-то 3-4 шоу в год. Ну, разница ощущается. Разница огромная, да, потому что только сейчас начинает набирать обороты вот этот вот бизнес с лошадьми американской миниатюрной породы, и вообще владельцы лошадей американской миниатюрной породы их становится больше. То есть раньше их было гораздо меньше. Кстати, раньше, как и многие, может быть, я предположу, вещи были непопулярны в России, невостребованы в России, потому что просто мы о них не знали, да, по известным причинам. С этим бизнесом та же история? Конечно, та же самая история. Вы знаете, многие люди, которые занимаются конным спортом, занимаются большими лошадьми или просто каким-либо образом связаны с лошадьми, они не знают о этой породе. То есть, соответственно, что говорить о людей, которые далеки от лошадей. А почему так происходит? Это все-таки, ну, я не знаю, опять мое предположение, да, лошадь, большая она, маленькая, пони, ну, или дальше вы знаете, да, огромное количество вариантов, да, продолжения этого списка. Все равно же это лошадь, да, если я уж увлекаюсь, а тем более занимаюсь спортом, да, или там профессионально, наверняка я должен быть в курсе, или все же это такая несколько локальная тема, закрытая, может быть, да, для большинства. В принципе, это не закрытая тема, но в основном... А есть какое-то, извини, пожалуйста, есть какое-то средство массовой информации, посвященное непосредственно лошадям? Есть конные порталы, посвященные лошадям. Конные порталы в интернете? В интернете. Ну, сейчас, может быть... Журналы конные. А, и конные журналы тоже есть, да? Конечно. Баннеры висят по всей Москве, в принципе, по поводу выставок, конная выставка скоро будет. Нет, я просто к тому, что, поскольку это все-таки вещь очень, ну, я бы сказал, узкая такая, да, узкая, наверняка люди, которые этим серьезно интересуются, вот как и везде, у них какая-то своя компания такая, да? Они понимают друг друга, они общаются друг с другом, и они живут в каком-то своем вот этом мире, да? И об этом мире все остальные могут и не знать в какой-то момент, естественно. Но они-то внутри все равно вращаются, варятся, и информацией наверняка обладают. Да, они узнают, когда такая лошадка поступает в конный комплекс. Купил ее какой-то человек и поставил в конный комплекс. Тогда наглядно увидели, да, здорово, да, классно, где ее приобрести. И второй момент, именно у американских миниатюрных лошадей заводчики этой породы, они вкладывают сами в рекламу. То есть вот в чем нюанс. И у кого больше возможностей пропиариться и пропиарить эту породу, то настолько и узнают. Ну понятно, ну понятно. Ну я так понимаю, все равно, да, задачи, наверное, такой глобальной нет, чтобы, ну, условно говоря, об этом узнал весь мир. Хочется, хотелось, очень хочется. Но это в ваших силах, кстати. Вот вы каким образом бизнес в результате ведете? Вы, ну, если позволите, да, другим термином я, несколько, может быть, непрофессиональным, предложу. Вы некие дилеры, что ли, да, у вас там, я не знаю, дилерский центр. Вы сотрудничаете с этим заводчиком, да, а здесь предлагаете, собственно, лошадок, да, которых он там... Так это выглядит. Вы знаете, у нас есть сайт, на котором у нас представлен каталог лошадей этой породы, именно этого заводчика. То есть помимо тех лошадей, которых мы также сами выбираем, мы ездим за границу вместе с нашим ветеринарным врачом и выбираем там лошадей из различных хозяйств. И также мы вот являемся представителями французского заводчика. Его лошади представлены у нас на сайте, то есть там можно посмотреть именно лошадку, фотографии, описание, кто родители. Но лошадка, она сейчас во Франции, да? Лошадка за границей. Да, лошадка за границей. Здесь только две стоят. Ну, а я, если, предположим, да, зашел на сайт, к вам полистал, полистал, выбрал какую-то лошадку, она за границей, да, я ее посмотреть перед тем, как приобрести могу вживую или только фотографии. Можете, да. Ну, для этого что надо делать? Либо поехать за границу к нашему заводчику, да. Ну, вряд ли лошадка сюда прилетит, конечно, да, но скорее всего мне туда придется лететь. Вы знаете, еще сейчас так, как 21 век, и очень высоко развиты все технологии, можно посмотреть просто все на видео. И на видео все хорошо очень видно, а так как заводчик предоставляет гарантии по здоровью этой лошади на момент отправки ее сюда, в Россию. Там, естественно, какие-то документы, да, готовятся. Все это не так просто. Еще одна тема важная, на мой взгляд, вот традиционно мы сравниваем, да, вещи, которые происходят в России с теми вещами, которые происходят за рубежом. Здесь вполне опять логично, да, предположить, что и поскольку это идея, да, из-за рубежа все-таки, да, в России появилась, наверное, вот это сопоставление очень корректно, да, но, с другой стороны, вы как люди, непосредственно вращающиеся в этом мире, на ваш взгляд, интерес к миниатюрным лошадкам в России растет, и, собственно, что в ближайшей перспективе или в какой-то среднесрочной перспективе ждать от этого рынка? Или это все-таки будет некой такой экзотикой, да, и в конечном итоге, ну, очень ограниченный круг наших с вами соотечественных, да, этой экзотикой воспользуются, а всем остальным это будет не так интересно, Света. Ну, вы знаете, вот примерно 2-3 человека в неделю нам звонят и спрашивают про лошадей-то породы, и причем с различных регионов России. А давай в динамике, вот вы когда начинали этот бизнес? Не так давно, я так понимаю, да? Год назад. Год назад, вот смотри, год назад, когда вы только начали, сколько человек звонил и в неделю? Год назад мы привезли первых лошадей в Россию. Еще никто не звонил. А так мы занялись 3 года назад лошадьми. Мы изучали саму породу, переписывались с заводчиками, летали за границу несколько раз для того, чтобы самим познакомиться с этой породой и изучить эту породу. И вот год назад мы только привезли именно своих личных питомцев сюда. Ну и вот в динамике мне хотелось, да? Вот даже за год или за три года изменилось отношение наших сограждан к тому, что вы предлагаете. Или им так же все равно? Или, собственно... В основном, конечно, это сарафанное радио идет. То есть те люди, которые либо были нашими клиентами, либо видели нас где-то, да, они передают это своим друзьям, и уже те звонят нам. А так, чтобы такой глобальный рост, пока что его не так видно, но, во всяком случае, уже даже на примере наших и конкурентов, и нас самих, то, конечно же, растет. Интерес растет, да? Вот к разговору о конкурентах. А их много вообще? Много компаний, которые занимаются, предлагают миниатюрных лошадей? В Москве, Московской области около крупных, наверное, заводчиков, около десяти, насколько вот. Ну это немного сейчас, наверное, да? Да, также ими занимаются в Санкт-Петербурге, в других городах России, то есть не только Москва. Понятно. Ну вот вы чувствуете какую-то конкуренцию? Вот вы, тем более, не так давно на этом рынке, да, пришли сюда, и пришлось расталкивать конкурентов локтями, чтобы так нишу какую-то занять, втиснуться в это? Да, чувствуется, конечно. Чувствуется, да? Конечно. Вы знаете, в принципе, мы строго для себя определили, что мы хотим заниматься этой породой, и что именно мы позиционируем, как позиционируем этих лошадей. То есть все люди позиционируют их по-разному. Так, например? Например, многие дрессируют этих лошадей, как в цирке. Мы против этого. Мы против этого, да, потому что лошади... Они, кстати, поддаются дрессировке? Поддаются, очень хорошо поддаются дрессировке, они хорошо даже знают и кличку свою, и подходят, как только их позовешь, и могут и на дыбки вставать, и на свечку. То есть это поднимает передние ноги, и это очень, на самом деле, чревато. Чревато для них, для лошадок. Для детей. А, и для детей. Дело в том, что лошадка приобретается в основном для детей или в семью. И дети, особенно трех лет, могут смахнуть руками, таким образом лошадь поднимается на дыбы. Он может встать перед лошадкой лицом, взмахнуть просто ручками, и лошадка встает на дыбы перед его лицом. Не дай бог, задень копытом. Ну да, что-то случится. И мы это прекрасно понимаем, и мы не практикуем. А дрессура зачем она нужна? Ведь люди в цирк не собираются выступать с этой лошадью? Нет, для того, чтобы продать. Выбодно продать. То есть у наших конкурентов точка зрения другая. Если лошадь, чем больше она умеет, чем больше кульбитов, значит дороже стоит. И я хотела еще добавить к тенденции развития вот этой породы. Она реально видна в лучшую сторону тем, что мы иногда меняем мировоззрение людей, что эта порода не цирковая. Это лошадь именно для... А изначально мировоззрение именно такое, да? Что нужно на ней ездить, нужно ее эксплуатировать. И уже с нами больше людей соглашается, что это породы для эстетики. Здорово. Ну то есть у вас, видите, да, в вашем мире у вас еще и жесткая достаточно конкуренция, разные точки зрения, полярные. Но я, честно вам хочу сказать, мне ближе ваша, конечно, точка зрения. Спасибо. Мне кажется, да, животных не нужно эксплуатировать, да, ими нужно любоваться, наслаждаться. В конце концов, это просто братья наши меньше, и ничего тут не добавишь, извините за банальность. Спасибо огромное, уважаемые гости. Светлана Леонтьева, Ирина Колбасенко, владелицы и официальные представители Российской Федерации, заводчик американских миниатюрных лошадей были сегодня в студии. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.